Никогда не снимайте клипы на горе. Не поднимался на гору хрен знает сколько лет. Все ради искусства. Видно там вообще, как высоко. Только что у нас была сцена, вот мы сидели вон там. Была стремность, жесть просто, просто жесть. Нормально вообще, всегда так делаем. Ну, короче, вот мы по верху шли, там, типа, горы, где внизу такие большие. Не паникай! Ну как, Свет, ты есть? Короче, это, мы... Я в первый раз в жизни заблудился в лесу. Наоборот начинаешь заедать, да? Вот тут Влад стоит, наши поводы. А я главный паникер! Да, Катюха главный паникер, я на нее наорал. Потом извинишься. Ты я на него наорала. Потом она на меня наорала. В общем, муж и жена, одна сатана, короче. Ждем МЧС. Ждем МЧС. Вот нам интересно, как они сюда приедут. Вот есть варианты, короче, на парашюте, на вертолете, на самокате, на машине. Мы держимся, у нас есть один факел. Одна груша. Одна груша, да. Да, и, короче, это, все нормально. Никто не паникует, да? Как сказать. Всем хорошо. Всем хорошо, да. У меня есть сигарет 10. Нас ей бита. На 10 минут хватит, да? Честно. Сейчас Попытался разжечь костер, да, здесь? Да, вот. Сейчас как-то полыхнет тут. Там за горой остались шакалы, вроде больше они не орут. Нормально. Если что, у нас есть палка. Короче, если что, это видео последнее. Мам, я тебя люблю. Клип, клип огонь будет. Клип вообще ништя, бля. Потом, потом смонтируют после нас. Как фильм. Трагичный такой. Кошмар. Мам, давайте мы будем петь, они точно до нас выйдут. Мышки, маяки. Блин, Макс, ты вообще понял, что ты за песню написал? Да. Материных людей. Маяки. Ты нормальный человек? А что? Вот тут маячки летают. Мы тут маяки с маяком идем, заблудились. Свети, мишки. Всем, вот видите, всем моя песня нравится. Вот тут фокус-группа собралась, вот всем она нравится, эта песня. Он летит от тебя. Ты кто-нибудь ее слышал вообще? Я слышал. Нормальная песня. Нормальная. Потом это видео, кстати, пойдет, мне кажется, это вообще... Это будет самый хит, ребята. Больше просмотров, чем сам клип наберет, короче. Как мы тут сидим, блин. Мы его и будем раскручивать. Да. Мне плохо. Может, Виктору позвоним еще? А, да, кстати, прикольная история. Пока мы ехали, мы даже тачку, блядь, проебали. Короче, едем, едем. И там с какого-то хера едет митсубиси дорогой. И мы, короче, его резанули и пошли пешком. На обрыве. Класс вообще. Но мы элегантные, друзья, вы заметили, да? Короче, я к костюру мутить буду. Пока мы сюда... Мне кажется, они просто хотели нас донять, чтобы мы не паниковали. Когда мы сюда входили, бабушка, которая брала 100 рублей с каждого, мне кажется, вообще... Ну, это было нелегально, во-первых, во-вторых. Мы приходим, а там вообще этого нет вообще. И бабки нет, да? И бабки, даже за щелки-то нет, короче. Шнура, которые дают заеду. А почему она нам чеки-то никакие не дала? И, короче, она сказала, вы сюда больше никогда не вернетесь. Это бабка. Подожди, 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 нет, одну минуту не знаю. Бабка? Блин, стремные светлячки в нем. Он там сидит сама, не выберется никак. Не, да. Как ее интересно снимать? Давай себе, бомб, на. Макс, серьезно, хватит снимать. Все, ладно. Не, не одна, к сожалению, не одна. Сейчас он нам будет рассказывать, да? Все, ладно, короче, ладно, ладно. В общем, мы сейчас мне надо перезвонить. Все, спасатели. Валя, займите телефон, пожалуйста. Может, у него звонили. Хорошо. Ты что, выключила этот? Ну, ты даешь, блин. Я только что его выключила, чтобы включить, чтобы была связь. Потому что она пропадает. Точно? Ну, конечно. А 918 чьей-то нового? Это было у меня уже, когда мы шли, посмотри. Нихуя у нас не вышло костера, короче. Нет, вначале было, а потом просто все сухое, кончилось сухое. Антон нам больше, чтобы помогал. Мне нравится, как Антону подожили под голову. Вот это Белоруссия, короче. Вот почему вы в политике не любите Белоруссию, смотрите. Все работают, а Белоруссия отдыхает. Потому что Белорус всю ночь картошку копал. Не надо нам еще собирать. Это что, месть? А кто, какой национальность? Что такое? Провокационный какой-то вопрос. Ты определенный избег, он жив. Спасибо. Видите, что это какие-то мутки-мутки? Ребят, что там спасатели? Что? Ждем. 20 минут. Ждем. 20 минут? В следующий раз по 20 минут. Это, конечно, не криво они делают. Жука уже рука отсохла. Так, Макс, на. Прикиньте, спасатели потеряются второй рукой. Я думаю, что они это делают специально, потому что 20 минут психологически. Типа, у, сейчас скоро придет. И все. Пиздаболая. А на самом деле они по-другому. Сейчас, короче, встречаем сразу им с ноги. На самом деле уже 40 минут прошло. Я думаю, час. Короче, смотрите, сейчас они приезжают, мы их поджигаем, убираем тачку. С того времени, когда я первый раз позвонил, 40 минут. В Лас-Вегас, да. Так, знаешь, абонент недоступен. В этот, Дагамыс. Вы не хотите еще развести, да? У меня всего-таки бензин уже. Дайте, пожалуйста, можно? Скажите, пожалуйста, когда вы к нам приедете, потому что прошло уже 40 минут. Сейчас, этот, мы пустим ракету. Где? Вы мне то же самое говорили 15 минут назад. Да нет, сейчас все уже, на открытое место выйдем. Пустим, и смотрите, примерно с какой стороны от вас. Хорошо. И, ну, по расстоянию примерно, далеко нет. Мы будем находиться, мы вот со стороны Прометея будем пускать. Мы все знали, где пройдет. Если со стороны Прометея, мы, скорее всего, вообще ничего не увидим. Потому что у нас чисто территориально, по-моему, у нас гора. Ракету-то мы увидим, она же высоко летит. Ну, хорошо. Сейчас мы пустим, смотрите. Давайте, спускайся. Сейчас. Извините, прыгну. Тихо, ребята, ищем ракету. Сейчас, смотри, наверх. Уже пустили? Нет. Смотри, как у меня ракет. Тихо, тихо. Красная ракета будет. Да хоть какую давайте. Прячься в телефоне. Стреляем. Давай. Ракету видно? Нет. Она очень далеко. Она очень далеко. Глухой звук. Она была там, очень далеко. Она за холмом вообще. А давайте еще. Нет, зачем? Давайте сейчас. А? А поднимитесь выше. Выше надо подняться. Мы же вам координаты точные дали, где мы находимся. Зачем? Чего вы? Координаты дали? Конечно. А вам, видимо, они не дошли. Прикольно. Ладно, давайте. Вы, скажите, в ракету как вы слышали? Мы слышали, но не видели. Очень глухо, далеко. Далеко, да? Очень. Скажи, мы видим шоссе. Мы шоссе. Не надо путать. Не надо путать. Может, еще пусть бомбанут. Ладно. Нет, зачем? Чего ладно-то? Чего делать-то? Ладно. Стойте на месте, вы никуда не двигайтесь. Костер разожгите еще раз. Костер разожгите. Факел, может, мы все, перестаньте. Это в работу он пытается. Он не увидит все равно. Он пытается помнить. Сбросил, да? Да, сбросил. Влад. Понимаете, что они сейчас нахер нас пошлют? Зима будем серьезно. Зачем на нем и спать? Ну, во-первых, они не пошли, потому что ты их работа. А это все, это паника тут и сюда. Никто никуда, никого не пошлют. Мы коптер вверх поднимем и скажем, что вот мы здесь. Да, давай, кстати. Давай. Реально, вот вы найдете потом его? Ребят, тут деревья, поэтому он вверх. Да нет, нормально. Мы чуть-чуть. Мы чуть-чуть. Ну, давайте чуть-чуть поднимем. Ну, позвони тогда. Ну, просто вот над ним. Давай ты его поднимешь сначала, потом я подниму. Да, только Антокль не увидим. Нет, надо одновременно. Да, надо сразу. Там зарядка просто. Потом он взлетит, потому что сейчас звук будет. А нереально же его увидят его. Батарея на вас мухает. Позвони, скажи. Они скажут, а что это такое? Ничего страшного, ракета будет. Мне кажется, меня на все уже ненавидят. Прям как в школе. Когда я был толстый. Когда я был. Алло, это самое. Мы же не знаем, что это. У нас есть квадрокоптер, такая, типа вертолетик, светящийся. Мы, может быть, его прямо сейчас поднимем, вы его увидите, если что. И мы плохо. И мы плохо. И мы плохо. Он просто может раздуть там все эти ветки, тогда все будет пожар. Он может убедить нас? Сейчас, секунду. Сейчас опущу камеру. Вон там мы костер. Что-то звук у нее слышали. Тут с телефона не было. Потому что вы, конечно, не слышали, потому что за холмом. Значит, вы... В прошлый раз слышали. Раскет вы видели с какой стороны? Мы... За холмом. За холмом в сторону моря. За холмом. За холмом. Да, мы перешли пик, скажи. Мы перешли пик. Смотрите, если вы стоите спиной к морю, с какой стороны вы видели свет ракеты? Прямо. Прямо. Прямо перед нами. Прямо перед ними. Если там море. Значит, мы идем наверх к вам. Все, оставайтесь на месте. Мы уже примерно поняли. Сейчас мы идем по дороге к вам. Все. Спасибо. Короче, если кто-то еще раз потеряется, координаты вообще... Никакого с ним подняться. Реально забили бы в GPS просто прищебали. Это вот просто непонятно человеческое. Может, у них там какие-то другие методы. Потому что они из Сочи. Может, у них просто айфонов нет. Очень странно. Что айфоны? Должи быть GPS-штучки такие специальные. У них рация же, в основном, это... Что там у них? Ну и как-то по странам получили, значит. Пускать ракету. Сейчас чуть пушком был пащат. Моя нога. Она мне принадлежит. Такими длинками. Антохи, весело выжили. Одна. Слушай, ну мы ее разжгли. Молодцы. Так что, над первым он подался. Первым мы тоже взожгли. Нет, первый вообще какой-то хиленький был. Потому что никто не принимал участие. Первым. Вот так вот. Расплотили нахуй. В общем, инсайд сегодняшнего дня. Нужно все делать в команде. Если кого-то обсирает, нужно все вместе обсирать. Кого начнешь? Обсять, пожалуйста. Я пытаюсь. Вот это Оля. Вот это Катя. Вот это Марина. Это Настя. Это Максон. Это наш Беларус. Если вы заблудитесь в лесу, и вам спасатели скажут, что через 20 минут будут, это час где-то, полтора. Будьте готовы. Еще у них нету GPS-навигаторов, и у них только пушки. А что же устроить? Какая у них подготовка. Эти люди могут, блин, 300 метров на одном дыхании. 300 метров. 300 метров. Я верю. Я верю. Слышишь, что? Да. Там же был. Алло. Алло, вы слышали? Видели ракету? Не слышали? Светлили. Видели, стало светлее просто. А саму ракету еще не видел. Шашлыки будете? Значит, надо двигаться выше, так мы же это уже объяснили, да? Так он же, да, выше и вниз. Это как, знаешь, это как такси, когда заказываешь, там хачку он приезжает. Ты где? Я сейчас стою там, это. Ну это. Стою здесь. Ты что, не видишь? Я уже счетчик включил. Да, российские шутки. Российские или расистские? Расистские. Антох, да мы тебя любим, ты что? Ну, в Беларуси бы ты у нас был, о чем, честно говоря. Не, спасибо. Я, вот так вот, меня любят здесь. Тонкая шутка. Не, ну это правда. Нет, у меня глаза светлые, он не подходит. Ну так, издалека точно. Вот хоть один комплимент, если не слышал, слышал? Глаза светлые. Глаза светлые. Глаза светлые. Душа светлые. Душа. А так, мудак, вообще, редкостно. Господи, прости. Господи, я хочу. Да ладно. Смотрите, чисто теоретически, Мы можем подождать 5 часов, и будет уже светло. А там уже... А я скажу, ну что, вы там это, видите свет? Да. Идите, идите на свет, да. Может, помолимся, Боженька нас спасет? Не, Боженька и мы... Быстрее, чем спасательная служба. Вы знаете, у нас уже Бог сказка себе. С Божьей помощью выбрались. Все, нашли нас спасатели. Слава Богу. Ребят, я веточки ношу. Просто тут бискет для розжига, нам ее везти. Оль, телефон не звонит? Нет, нет. А вот жидкость тоже. Мы здесь! Ребят! Эй, бро! Эй, бро! Эй, бро! Бро! Подумаешь, это шоколады уйдут домой. Давай же мы будем. Ладно, сейчас мы завернули его туда и все, и потерялись. Тут же указателей нет, и все-все-все. А вы не местный? Нет. А вы? Насклопительный. Я еле с курицей. Я еле с курицей. Теперь белорус. Белорус потерялся. Никто не травмирован. Все живы-здоровы. Только душевно. Только морально. Мужиков уже начали опускать. Типа ни на что не годные. Все на месте, никто не потерял. Ну, два человека ушли, и мы не знаем. Мы люди, они что-то вперед вошли. Ну, они не с вами, а мы селях уничтожили. Значит, против вас. Ну, все, пойдемте домой. Домой? Прямо? Прямо или надо? Нет, мы тут посидим. Мы сейчас Дугин спасателям звоним. Ты снимаешь это все? Да. Слышь, подожди. А на сияние они же подъедут. А, ну, пойдемте. Дайте мне двоих туда. Так, ничего не теряйте, не забывайте. Возвращаться мы с вами сюда не будем. Очень надеемся, что возвращаться не будем. Я не знаю, где кто. Вы не первый, даже на десятый, кто здесь теряет. За сегодня или за вообще? За сегодня. А что, воют, да, здесь? Да. Стремно воют. Хотели вам сказать, что вы камень над головой держали? А можно с вами сфоткаться, пока мы не посмотрим? Серьезно воют. Стремно было, мужик. Серьезно камень над головой держали. А зачем? Ты больше кажешься, а он боится. Да? Посвети, посвети. Это очень логично, если подумать. Нет, серьезно. Мой герой, да? Классный. О, красный. Спасибо вам. Там страшно, там сзади волки были. Мы в ракторе припустили. Шакалы не дали. Ну все, давайте уже. Пойдем. Все, погнали. Фонариков у вас нет, правильно? Че, пивасик попьем посидим? Так, это чье? О, палка. Воды нет, вообще нет. Наша, наша. А подождите, а может факелом хоть чуть-чуть? У меня фонарик достаточно. У нас есть факел огненный. Он сейчас залезет в пакет сюда? О, без ваты, да? Да. А тот где? Давай тогда. Катя, иди сюда. Эдик, а ты вперед тогда иди? Пойдем. Я вперед. Марина, где факел? Я не вовремя. Я подпись сначала. Кто с факел взял? Факел? Никому не тяжело его. Факел? У нас самодельный. У нас съемочные ребята. Съемки только у нас. У нас и квадрофор перевели. Да, вы сюда. Перевал Дятлова, в третьей части. Маленький, да. Ногу откусили. Как сказать, вытащили или извлекли? Ну что, набрал? У вас вон так это проверяют? Ну, конечно, мы должны читать. Ну, а что данный? Да, что мы? Нет, конечно. Просто такое, в данном случае, более уместно. А про нас как скажете? Вытащили или извлекли? Мы вас нашли и вывели. 8 не местных дебилов. Мы просто режиссеры. Просто... А вы будете такси, и как вы будете добираться дальше? Вы будете машиной. А, так это он лаял, да? Да. Привет, дружище. Это она. Это она? Такая красивая. Специально обученная. Не обязательно. Ну, это я хорошая. Офигеть. То есть, если бы мы это в лесу там остались, бы нас бы он нашел, да? Офигеть. Это я не знаю. Нет. Мне не понравилось. Мы воняние не спасали. Ребят, спасибо вам, что вы нас спасли. Спасибо. Сегодня это... Сегодня про вас видео выложим. Я говорю, послушаю на самом деле. Значит, раз 8 человек, по 4 человека растянем машину. В каждую машину, ну, кто-то в эту машину должен сесть. Спасибо. Продолжение следует...